Доброго дня и суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о вариантах утепления при ношении шлема. Баллистического или не баллистического, без разницы. В России довольно продолжительное время года занимает холодная часть его, а именно зима, осень и начало весны и так далее. И поэтому встает вопрос, как бы защитить свои уши, шею и в общем-то в целом голову от ветра, холода, снега и так далее и тому подобное. Можно наносить балаклаву, можно наносить флюсовую шапочку. Вот на примере данной шапочки для корпуса морской пехоты. Легкая, удобная, но возникают сразу же нюансы ношения вместе с шлемом. Во-первых, данная шапочка крадет у нас внутреннее пространство, объем внутреннего пространства и, соответственно, может быть чуть-чуть с комфортными подушками сжать. А если у вас стандартные подушки, которые без возможности регулировки по толщине, то это состоит определенный дискомфорт. Плюс второй момент немаловажный, при движении шлема туда-обратно, при их различных манипуляциях, шапочка сползает на глаза, либо наоборот задирается на ухо, на правое, на левое и так далее. Возникает такое довольно-таки неприятное неудобство. В общем-то, и поэтому одна известная контора, которая называется Unity Tactical, придумала свой вариант выхода из данной ситуации. А именно, она изобрела свою устраиваемую шапочку. Итак, назвали они ее, сейчас вам покажу, Unity Tactical Cold Witherliner. Выпускается в двух цветах, черный и койотовый, и является, скажем так, своеобразным вкладышем между подушками и баллистической оболочкой шлема. Итак, выставляется в таком вот пакетике. Я уже ее установил, поэтому, к сожалению, не могу показать вам, как она выглядит. Но, по сути, это тоже та же самая флисовая шапочка, которая с этой стороны нашита с внешней части велкро, ответная часть, а изнутри у нас нашиты крючочки для крепления подушек. Так, собственно, для каких же подходит она система? По большому счету, данная флисовая шапочка подходит ко всем системам, начиная от Gentex и прочих, ACH-Mitch, Cry Precision AFRM, Mtech Flux Flux Series, довольно-таки редкий шлем, Obscore Fast, всем известный, Revision Military Cayman, тоже довольно несчастный, ну и Team Wendy X-Fill Ballistic серия. Соответственно, ко всем к ним она подходит. Здесь вот указан порядок наслоения, то есть сначала у нас баллистическая оболочка, в данном случае это Mitch, потом у нас идет сама шапочка и дальше уже вставляются подушечки под конфигурацию, как удобно пользователю. На втором листочке у нас показано более подробно, как это все устанавливается. Сначала мы убираем подушки, потом вставляем внутрь шапку, расправляем ее и потом уже устанавливаем подушки. Ну и вынимая, опять же, точно так же аккуратно, скажем так, отдираем. Давайте отложим в сторону и посмотрим на установленную вещь. Итак, в шлеме формата Mitch и Seach установлена она. Вот так она, в общем-то, выглядит. Открою вам. Здесь вы видите подушки уже установлены. Уберем сейчас центральную. Здесь вы видите пыль в первую очередь. А потом вы видите нашиты велкро, ответные части, которые крепятся, собственно, сами подушечки. Единственное, повторюсь, что для того, чтобы комфортно закрепить данную шапку внутри шлема, вам необходимо как можно большее количество площади соприкосновения. То есть, чем больше у вас велкро нашито, ну, в случае с шлемами формата ESEACH, меч проблем нет, у них достаточно много велкро на поверхности, внутренней поверхности шлема, поэтому шапочка ложится комфортно и достаточно удобно. В случае же с шлемами формата OBSCORE, как вы знаете, у них все довольно-таки бедно, и приходится дополнительно приклеивать вот сюда, вот велкро вот сюда, ну, чтобы более комфортно, скажем так, разместилась эта шапочка внутри баллистического шлема. Итак, возьмем нашего Федора и вставим его голову внутрь данной шапочки. Быстренько сейчас закрепим. Федор у нас размера M, поэтому не так все будет наглядно, а шлем, к сожалению, размера L, но, тем не менее, общего вы поймете. Итак, что мы имеем? А имеем мы следующее. Держись, Федор. В уши. Уши Федору закрыла шапочка. Соответственно, затылок у нас закрыт. Есть такой вырез, чтобы не составляло дискомфортно при обжиме головы под весом. С правой стороны у нас тоже все хорошо. И самое главное, что шапочка не выползает за пределы шлема. То есть при различных манипуляциях, как мы видим, шлем двигается туда-обратно, шапка двигается вместе с ним. То есть никакого дискомфорта у пользователя конечного не возникает. В общем-то, довольно простое, довольно элегантное решение. Сделал Unity Tactical. В общем-то, им респект и уважение.